Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Новым Годом! Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Должность замначальника управления здравоохранения займет Элина Григорьева, до этого трудившаяся в этом же управлении главным специалистом. Заместитель мэра Анапы Михаил Баюр покинул свой пост и вышел на пенсию. По решению мэра Сергея Сергеева эта должность сокращена, а обязанности будут распределены среди замов. Вице-мэр Юрий Поляков получает нагрузку к торговле и курорту сельское хозяйство, а вице-мэр Олег Костенко теперь будет руководить администрациями сельских округов. И новое назначение Сергей Янин стал начальником управления ЖКХ. Проблема пробок на Анапском шоссе в пятницу и в выходные дни вызвала возмущение мэра Анапы. Три патрульную группы не справились с потоком транспорта. Не умеют или не хотят, вопрос пока остался открытым. Снизилась эффективность профилактической работы автолюбителями. Парковки на улице Крымской и вообще по городу должны быть под постоянным контролем. А не накануне отчетов или после напоминаний. Раз в неделю мэра Анапы Сергей Сергеев принимает анапчан по личным вопросам. На прием приходят найти истину в последней инстанции. Хотя, как правило, Сергей Павлович с обозначенной проблемой знаком заранее и даже знает, кто и как ею занимается. Но если проблему преподносят гораздо шире, с искренней заинтересованностью и активной гражданской позицией, глава города, курорта вступает в диалог. На Куване стала традицией проводить парламентские общественные слушания по обсуждению проектов бюджета на ближайшие годы с привлечением населения. Ежегодно в них принимают участие более трех тысяч человек. В Анапе парламентарии и общественность семи южных муниципальных образований обсудили проект закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На этой неделе специалисты предприятия «Светосервис Кубань» поменяли уличное освещение на улице Крымской. Старые фонари заменили новыми, современными. Установка освещения позволит сократить расходы городского бюджета на оплату электроэнергии за счет разницы в уровне энергопотребления между старыми и современными приборами. А в районе школы номер 6 делают новый тротуар. Старая плитка служила давно, поэтому лужи и грязь в микрорайоне стояли почти всегда, как раз по пути в школу. Все строительные и восстановительные работы планируют завершить к Новому году. Сорвались планы сходить в баню. У хозяев частного дома загорелась сауна. К счастью, обошлось без жертв. Наряд пожарных, прибывший на место происшествия, локализовал угрозу перехода пламени на соседний дом. В условиях сильного задымления пожарные работали в масках. Хозяева дома проживают в другом городе. За домом присматривали соседей и время от времени пользовались сауной. Традиционная воскресная баня прошла, как обычно, а на следующий день возник пожар. Как выяснилось позже, из-за неправильной конструкции, неисправности печи и дымохода. Обычно дерево загорается при температуре 250 градусов, но, находясь долгое время под воздействием тепла, способно воспламениться и при 120 градусах, что, по предположению, пожарных и произошло. Мечта попасть в Олимпийский Сочи для новчан почти реальность. В Анапе прошла всекубанская акция «Кубанские кадры Олимпийскому Сочи». Мобильный прием провели специалисты Анапского центра занятости населения. 233 человека заинтересовались работой в Сочи и обратились к специалистам мобильного центра занятости. 87 попросили бланки резюме, трое новчан заполнили заявки на месте. Для справки, работа в Сочи временная, контракт заключают до 31 марта. В ноябре и декабре на предприятиях в Сочи проводят занятия. Знакомят с особенностями работы и проводят краткосрочные курсы по иностранным языкам. Сегодня 15 напчан уже устроились на престижную работу в Сочи от Анапского центра занятости. Около 8 тысяч вакансий еще открыты. Остатки фундаментов двух античных усадеб 3 века до н.э. обнаружили археологи в субсехе. Здесь же были найдены осколки керамики и другие свидетельства проживания здесь древних племен. Археологические работы ведутся одновременно на двух раскопах. Стараниями археологов уже удалось обнажить стены античного строения. Судя по ее толщине, хозяин усадьбы хотел, чтобы его потомкам осталось богатое по тем временам наследство. Однако, по мнению руководителя раскопа Максима Меньшикова, данные усадьбы просуществовали недолго, всего 100 лет. Пока трудно сказать, покидали усадьбу ее жители в спешке или нет. Что случилось, удастся установить, когда достаточно снимут культурно-исторический слой. Сказать конкретно, кому именно принадлежала усадьба, трудно, поскольку в этих местах проживало и знать греческих колоний, и местные племена. Но пока не найдены останки, с уверенностью говорить об этом тоже не приходится. Сохранились только внешние стены. Перегородки строений, как предполагают археологи, были сделаны из саманного кирпича и, конечно, не сохранились. На раскопе много молодежи – это будущие уже состоявшиеся ученые, на счету которых не один десяток экспедиций. Закончить работу археологи планируют к концу ноября. Все находки передадут в фонд Анапского музея Горгипе. Это был краткий обзор. Главные события недели. Смотрите сегодня. Не выдержали проверки. Специалисты Анапска межрайонной прокуратуры выявили нарушения в сфере ЖКХ. Исправлять ошибки никогда не поздно. Хозяева земельных участков и коммерческих объектов переоформляют документы и призывают анапчан жить по закону. День матери казачки отпраздновали в детском садике номер 18 «Виктория». И сейчас обо всем подробнее. Как будет развиваться социальная и рекреационная инфраструктура города? Как будут строиться коммунальные сети? И многое другое. Долгожданный проект Генплана утвердили депутаты Совета на внеочередной 55-й сессии Совета. Уникальный проект предусматривает все детали развития нашего города на ближайшие 20-30 лет. Председатель Совета Леонид Кочетов, открывая внеочередное заседание депутатского корпуса, напомнил коллегам, что принятием Генплана определяется главная концепция развития напока города-курорта. Проведена колоссальная работа. Генплана разрабатывался лучшими архитекторами Краснодарского края. Каждую неделю на этапе разработки документа вносились коррективы. Перед началом публичных слушаний материалы по Генплану были дважды представлены депутатам Совета и активу города для детального ознакомления. Использовались наглядные материалы, чтобы все было максимально доступно и понятно каждому анапчанину. По результатам публичных слушаний Оргкомитет представил итоговый документ общественности. Ранее ни один Генплан Анапы не принимался с такой максимальной открытостью и доступностью. В ходе обсуждения на сессии выступающие говорили о пользе утверждения генерального плана Анапы. И в итоге он был утвержден депутатами единогласно. Оно историческое, это решение. Да, сегодня масса вопросов, и часть из них мы реализуем при разработке правил землепользования и застойки. Еще раз хочу вас поздравить и хочу, чтобы вы осознали, какое решение вы сегодня приняли для нашего любимого города-курорта. Утвержденный Генплан, по которому Анапе предстоит жить и развиваться, позволит создать комфортные условия для проживания каждому анапчанину. Решить проблемы с занятостью населения, сохранить уникальную экологию города, да четкое направление развития курорта. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа-регион. Специалисты Анапской межрайонной прокуратуры провели проверки. В итоге выяснили, далеко не все анапчане законопослушны. За некоторые нарушения, например, превышение должностных обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность. По итогам проверок в сентябре-октябре этого года специалисты Анапской межрайонной прокуратуры выявили несколько нарушений в сфере ЖКХ. В деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК компании не предоставляют информацию согласно установленным стандартам, не соблюдают регламент раскрытия и размещения. Приказом Минрегиона России утвержден регламент раскрытия информации, в соответствии с которым определенная информация управляющими организациями раскрывается на утвержденном сайте реформа ЖКХ. К административной ответственности привлечены семь руководителей управляющих компаний. Внесено 44 представления об устранении нарушений руководителям товариществ и кооперативов. Предприятиям теплоэнерго «Кубаненерго» и «Водоканал» также необходимо исправиться. Также проверкой установлено, что УАО «Анапа водоканал» с 2012 года не выполняется в полном объеме мероприятия производственных программ, связанных с реконструкцией сетей водоотведения и водоснабжения на некоторых участках. В связи с чем прокурорам в Анапский городской суд направлено исковое заявление об обязании УАО «Анапа водоканал» выполнить ряд работ, предусмотренных программами. Исковое заявление удовлетворено. И еще одна тема, которая может в ближайшее время привлечь пристальное внимание прокуратуры – взять землю под строительство жилого дома и построить гостиницу – коммерческий объект. А после платить минимальные налоги в городской бюджет. Обычная практика для Анапы уходит в прошлое. Ответственные службы активно взялись за уклонистов. Хозяева земельных участков переоформляют документы, изменяют целевое назначение участков и призывают анапчан не играть в опасные игры законом и властями курорта. 15 июля в отель «Капитан» выехала дежурная бригада пожарной службы. Загорелся верхний этаж отеля. Властям тогда пришлось эвакуировать 84 отдыхающих и расселить их в ближайшие гостиницы. После пожара хозяева гостиницы прикрыли изуродованный участок здания сеткой и продолжили принимать гостей. Сэкономили на безопасности людей и на собственной совести. Налог за пользование земельным участком по ДЖС в 68 раз меньше налога на землю под коммерческим зданием. Это, как никто другой знает, депутат городского совета Владимир Блоха и, по совместительству, один из хозяев погоревшего отеля «Капитан», стоящего на земле под ДЖС. С 2006 года муниципальный бюджет недополучил солидную сумму, и это только с одного псевдожилого дома. А таких в Анапе немало. Советую всем перевести земли под целевое назначение и эксплуатацию для коммерческого назначения. А будет, на ваше знание, переводиться из ДЖС, скажем так? Обязательно. Мы не против. Такая же история и с использованием других участков. У того же хозяина-капитана, депутата городского совета, еще пара участков земли на Бугасской косе, переданных Владимиру Блохе в аренду в 2010 и 2011 годах. На обоих, по документам, должны быть рыболовецкие бригады, но вместо них на депутатской земле высятся все те же коммерческие постройки – спальные корпуса для приема отдыхающих. Земельный участок используется не по целевому назначению. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства. Фактически на нем стоит отель «Капитан». Собственникам подан пакет документов в администрацию на перевод целевого назначения по фактическому его использованию. При последней проверке управление муниципального контроля установили, ограждая эти земельные участки на Бугасской косе, арендаторы прирезали к ним без 40 метров 30 соток. Согласно нового города, нового города среднего плана, все земли, которые находятся на Пеневском проспекте, это земли для коммерческого назначения. От гостиничного бизнеса, я так понимаю, что в дальнейшем жилья здесь как такового больше не будет. Лучше сразу, одним махом, сразу все это перевести. Исправить ошибки никогда не поздно и переоформить здание и землю под ним по закону, как коммерческий объект. Но практика показывает, оформлять землю, а потом и строить на ней, изначально по закону, дешевле, спокойней и по совести. Депутат Совета Владимир Блоха уже подал все документы, чтобы привести свои земли и объекты в порядок и прекратить нарушать законодательство. Депутат всегда пример для своих избирателей. А значит, есть надежда, что в ближайшее время те, кто еще живет не по закону, станут на путь исправления. Ведь недополученные бюджетом налоги – это недополученные напчанами дороги, детские сады, школы и благоустройство. А так быть не должно, считают власти города. Закон должен быть един для всех. Начальник ГИБДД провел пресс-конференцию для нацких журналистов. Вадим Родин расскажет подробности. В начале беседы новый начальник ГИБДД Владимир Хомиков рассказал журналистам немного о себе. Служил в Роте ДПС в городе Горячий Ключ, затем в Обширонске тоже в ДПС. В 1997 году был назначен начальником ГАИ Горячий Ключ. В 2012 году уже в Анапе был назначен начальником полиции отделения Станицы Гостогаевской. Теперь Владимир Хомиков – начальник отдела ГИБДД по городу Анапа. После Блиц-знакомства поговорили о насущном, о ситуации на дорогах Анапы и о том, какие изменения грядут в схеме дорожного движения. Летом в город заходят 10 тысяч единиц автомобильного транспорта в сутки, при существующих двух въездах пропускная способность которых около 4 тысяч единиц. По понятным причинам на въезде образуются пробки, которые усугубляются еще и заторами внутри города. В муниципальном образовании зарегистрированы более 60 тысяч машин, 49 из которых конкретно в городе Анапа. Им всем нужно где-то парковаться и проблему с знаками или карательными мерами не решить. Поэтому принято решение частично изменить схему движения. Если принято решение и в ближайшем будущем уже будет изменено движение, значит по улице Новороссийской развернем ее в обратную сторону. Улицу Новороссийскую от Красноармейской до Ивана Глупца. Улицу Промышленную будем разворачивать по таким соображениям, потому что на промышлении находится у нас и многофункциональный центр, очень много сейчас там нового жилья построилось, многоквартирные высотки стоят, также рынок, также очень много объектов притяжения там, то есть различные организации, техникум. И весь этот транспорт, который туда идет, в том числе и грузовод, мы вынуждены, да, люди вынуждены подниматься, стоять в пробке на Лермонтово, на Амельково. То есть они, люди, которые желают попасть на промышленно, они вынуждены это дело объезжать. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Специалисты городских управлений провели выездной прием граждан на селе, в этот раз в селе Субсех. Встречи со специалистами управления всегда вызывают живой интерес у сельских жителей. Удобно, когда консультацию практически по всем жизненно важным вопросам можно получить в одном зале и не стоять в очередях. Вопросов возникает много, а съездить в город для их решения не всегда есть возможности и время. Меня интересовал вопрос образования, как поступить в городскую школу, ребенка оформить. Мне объяснили, помогли. Специалисты выездных консультационных центров ведут активную работу уже в течение пяти лет. Жители Субсеха не упустили возможность получить рекомендации специалистов многих управлений. Сельчане, пришедшие на встречу, обращались с вопросами к нескольким специалистам. Дороги, водоснабжение, тарифы ЖКХ, строительство – на эти и многие другие вопросы жители сельского округа смогли получить ответы. Люди, проживающие на селе, подчеркивают необходимость таких приемов. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. В Центре культуры Родины прошел концерт, посвященный столетию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, солиста хора Ильи Петрусенко Дмитрия Човник. В программу «Музыкальное наследие» вошли украинские и казачьи народные песни, а также произведения кубанских и анапских композиторов. «Човник, девчина, без слез свихает, а коза чует серденьком гре». Концерт начался с украинской песни, которую исполнила Таисия Лобова. Именно ей принадлежит идея отметить день рождения своего отца Дмитрия Човник. В ноябре этого года ему исполнилось бы 100 лет. В семье Човник 8 детей. Дмитрий Захарович был младшим сыном. 22 июня 1941 года тысячи германских орудий и минометов открыли огонь по нашей пограничной полосе. Всегда настороженно тихая линия государственного рубежа сразу превратилась в ревущую огненную линию фронта. Так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Дмитрий ушел на фронт. Освобождал от ненавистного врага Будапешт, Варшаву, воевал на Курской дуге. Получил заслуженные награды за оборону Сталинграда, за взятие Берлина. Награжден двумя орденами за мужество. Семья Човник была необыкновенно певучей. Дмитрий пил в хоре станицы Северской, руководителем которого был Илья Петрусенко. Репертуар коллектива в основном состоял из народных песен и пользовался огромным успехом не только в районе, но и далеко со его пределами. Для дочери Таисии Лобовой ее отец навсегда остался человеком творческим, всем сердцем, любящий свой казачий край. Она посвятила ему вот эти строки. Дмитрий Захарович любил исполнять русские, украинские и казачьи народные песни. А иначе и быть не могло, ведь в этих песнях живет душа народа. Песни казаки в исполнении анапского хора «Всю любя» и солистки Екатерины Мерещенко яркое тому подтверждение. Теплые слова признательности и благодарности звучали в этот день и от близких друзей. Дмитрий принадлежит к тому великому поколению, которое отстояло честь, свободу, независимость нашей Родины. К тому поколению, которому выпали трудности послевоенного периода. Все вынесли эти люди. Завершил праздничную программу вокальный ансамбль «Гармония Орфея» Александра Пономаренко, исполняющий произведения анапских и кубанских композиторов. Песня «Запоют казаки» прозвучала в честь тех, кто неравнодушен к своей стране, ее истории и родной Кубань. Светлана Авилова, Александр Зиборов, Анапа-Регион. Два праздника кубанских казаков отмечают с перерывом в один месяц. Третье воскресенье октября – День кубанского казачества и 21 ноября – День матери казачки. Этим двум значимым в нашем крае праздником посвятили мероприятия работники и воспитанники детского сада номер 18 «Виктория». Подготовились основательно и пригласили гостей казаков Анапского районного казачьего общества. Лариса Басова побывала на празднике. Организаторы праздника постарались украсить зал атрибутами старинной казачьей станицы. Фантазии родителей при выборе и пошиве костюмов не ограничивались. Главное условие – соблюдение традиционных вышивок, кружев, валанов на юбочках и сарафанах, яркие ткани. Наряды девочкам, как видно из дефиле, понравились. Дефиле было, конечно же, необычным, а как на станичных посиделках прошлых столетий. Как балакать на кубанском казачьем говоре показала баба Трендечиха. А вот как ходить по воду – девочки выучили заранее. Праздник длился час, но на вопрос ведущей устали, дети хором прокричали «нет, хотим еще». Так понравились танцы, игры, загадки, частушки. Мы рады, что не забывают, что как бы с детства уже прививают детям казачьи традиции, понятия и все остальное. Вообще прекрасно, все классно. Смена растет достойно. У дошкольного учреждения номер 18 давние и крепкие связи с Анапским районным казачьим обществом. Работа по изучению казачьих традиций, истории края, роли казачьего войска в целом в истории России ведется с детьми постоянно. Поэтому воспитателям и активным организаторам вот таких мероприятий Анапское районное казачье общество вручило грамоты. Гостей казаков, как водится перед тем, как отправить в путь дорожку, угостили настоящими пирогами. Какие умеет печь мазь казачка на Кубани. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Проспект откроют в субботу 16 ноября. Новый торговый центр начнет работать 12 часов в субботу. Праздничное открытие начнется с шоу-программы. И весь день во всех магазинах торгового центра праздничные скидки и подарки. Не пропустите. И в воскресенье 17 ноября на телеканале «Россия-1» продолжится творческий проект «Битва хоров» с участием хора Кубани. В коллективе творческих кубанцев под руководством Олега Газманова выступает наша землячка, выпускница детской школы искусств номер 2 Алина Доренская. Голосуйте за Алину и за хор Кубани. Отправляйте 07 на номер 4840. Начало шоу в воскресенье в 18 часов. На сегодня это все новости и в завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Атмосферное давление чуть выше нормы – 766 мм ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 10 градусов тепла. Воскресенье 17 ноября в Анапе будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 5-7, ночью до 4 градусов со знаком «плюс». Ветер северный – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 764 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 10 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2» и салон магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров Н.Лосева Корректор А.Егорова Мер��к Kart�� ण